Два человека серьезно пострадали в столкновении пяти машин сегодня днем в Нижнекамске. Водитель внедорожника на встречной полосе протаранил автомобили, стоявшие на светофоре. Очевидцы происшествия утверждают, что скорость предполагаемого виновника происшествия была огромной. Сам водитель уверял, что скорость не превышала во всем виновата дорога. Айрат Назипов с подробностями. На место происшествия прибыли сразу несколько карет скорой помощи. Пострадали два человека. Одна пассажирка ЛАДА 14 модели. Женщину с предельной осторожностью достали из искореженного автомобиля. Ее госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника. Другая пассажирка Хюндай Солярис. У молодой девушки рваные раны и лица. Отгибли ее спасли подушки безопасности. В автомобиль, в котором она находилась, и пришелся основной удар внедорожника. Все быстро. У нас загорелся зеленый цвет. Я только начала газ давать, и все, и он вылетел. Он ехал с сильной скоростью. Всего внедорожник протаранило четыре встречных автомобиля. Машины друг за другом только тронулись на зеленый сигнал светофора. Воист Линамарки утверждает, что ехал с небольшой скорости. А причиной происшествия стало лужа на дороге, в которую он заехал. По воде занесло. Занесло сильно по воде. Скорости не было, чтобы я гнал что-то. Просто по тормозам машина не остановилась. Лобовое. Дальше я сам не понимаю, что произошло. Но очевидцы с этой версией не согласны. Говорят, Volkswagen ехал очень быстро. Я стояла, я даже смотрю, он вперед как бы уже летает, и все, я успела. Только чуть на боки, все равно задел. А говорят, светофор был уже красный? Светофор, но все тронулись уже. Нет, светофор уже как бы уже желто-зеленый загорелся, все тронулись. И он вперед прям с такой скоростью летит. Во всех обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться с сотрудниками ГИБДД. Айрат Назиб, Наталья Лушникова, Евгений Улазаев, Вызов, ТО-12.